МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика. Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Елизавета Хмелева. Сегодня в выпуске. Татьянин день. Глава Чувашия поздравил молодежь Республики со студенческим праздником. Чем удивить Россию? В Чувашии готовятся ко Дню Республики. Реформа скорой помощи. Будет ли служба работать по аутсорсингу? Начинаем наш выпуск с информации о чрезвычайном происшествии. В Шимуршинском районе с рельсов сошли 7 вагонов товарного поезда. Сегодня, 25 января, в 16 часов 5 минут, в ЦУГ с Главного управления МЧС России по Чувашии поступила информация о сходе 7 вагонов с углем товарного поезда номер 207 в Шумерлинском районе на 609-м километре отделения Горьковска железной дороги у АО РЖД. Возгорания нет, пострадавших, погибших нет. Дальнейшая информация уточняется. В настоящее время к месту происшествия выдвинулись аварийно-восстановительные поезда из городов Арзамас и Канаш. В настоящее время остановлено движение поездов в обе стороны. На место происшествия работает оперативная группа гарнизона и Главного управления МЧС России по Чувашии. Все силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Чувашской Республики организовано взаимодействие со всеми функциональными территориальными звеньями РСЧС Чувашия. Сегодня один из старейших судебных органов Чувашии Верховный суд отметил юбилей. Его главная задача – осуществлять правосудие, защищать права и интересы граждан и государства. В день юбилея в Верховном суде прошло торжественное собрание, на котором отметили отличившихся работников. Суды – волосные, суды – уездные, мировые. В таком виде судебная система в России существовала вплоть до Октябрьской революции. После начались серьезные реформы. Исторически можно назвать положение о судоустройстве, которое начало действовать на территории всей страны 1 января 1923 года. Но постановление об образовании главного судебного органа было принято намного раньше. На протяжении нескольких месяцев выбирали председателя и его заместителей. Процедура поистине сложная. На эти посты претендовали самые лучшие. Во всех исторических этапах своего развития Верховный суд Чувашии занимал и занимает достойное место в судебной системе Российской Федерации. Уверен, что и в дальнейшем Верховный суд Республики, оставаясь во главе судебной системы Чувашской Республики, будет стоять на защите прав и свобод граждан, интересах государства и общества. Судебная система совершенствовалась год от года. Непростое время распад Советского Союза. Именно тогда нагрянули очередные глобальные реформы. Но никогда не менялись принципы работы. Быть на страже прав и интересов граждан. Каждый день Верховные судьи сталкиваются с самыми сложными процессами. Но закон, благодаря их профессионализму, торжествует всегда. Обозначены ключевые параметры, ключевые показатели для того, чтобы мы взаимодействие эффективно между органами власти, разными ветвями власти на территории нашей республики создавали и повышали уровень качества жизни населения. Как говорили в народе, и сегодня оно модно, можно принимать любые законы, но самым ключем является благо жителей. Сегодня своих чувашских коллег поздравили и председателей Верховных судов из Мариэла Татарстана. Взаимодействие в их работе тоже выносится на первый план. По традиции, в торжественный день наградили самых лучших работников и ветеранов. Их вклад в развитие судебной системы неоценим. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Празднование предстоящего Дня Республики сегодня обсуждали в Доме правительства. Напомним, в этом году основными площадками станут Чебоксары и Янтиковский район. Одна из основных задач, чтобы о празднике узнали и захотели приехать как можно больше людей из всех регионов страны. Изюминкой праздника станет фестиваль «Родники России». В этом году в помощь организаторам «Магия чисел». Фестиваль пройдет в 21-й раз в 21-м регионе. По словам министра культуры Владимира Ефимова, в Чувашию приедут 4000 участников. По задумке министерства состоится и ночь театров. Чувашский академический драмтеатр может показать в естественных декорациях спектакль «Елда». Но и это еще не все. Учитывая многочисленные замечания, которые поступали на протяжении последних лет, в этом году и по поручению главы республики мы организуем и проводим Всечувашский праздник Агадуй. В июне пройдет 10 официальных спортивных соревнований. 4 из них всероссийские. Мы сейчас в тесном контакте работаем по организации Всечувашского Агадуя. У нас же состоялся уже оргкомитет, мы уже встречались, обсудили, какие виды спорта мы традиционно будем здесь проводить. То, что касается певческого поля, здесь обсудили, конечно, единственное. У нас вопрос возникает по проведению конного спорта. Здесь практически, наверное, на певческом поле какие-то спорты мы не разместим. В июне пройдет и 6-й Чебоксарский экономический форум. Министр экономразвития Алексей Табаков предложил посвятить его году экологии, объявленному в России в 2013 году. Причем экологии, как среды обитания. Тем более, что к этой тематике подходят как минимум 3 проекта, реализуемые в Чувашии. Полигон ТБО, Заволжье, как центр туризма, производство натуральных продуктов. Активное участие в мозговом штурме приняли и другие министерства. День Республики – праздник для всех. И любое самое необычное предложение может удачно вписаться в программу. Окончательная программа праздника будет сформирована позже, пока у всех есть время на обдумывание новых идей. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. «России важен каждый ребенок». Так называется новый проект «Единой России». В конце 2012 года президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает комплекс мер по поддержке семей с усыновленными детьми, повышению качества жизни сирот. Многое в решении сложных вопросов зависит от работы местных властей. Некоторые регионы уже приступили к разработке системного подхода к решению задачи. В Чувашии определен координатор проекта и создана рабочая группа. Первое выездное совещание партийцы провели в Чебоксарском детском доме-интернате. Прежде чем сесть за круглый стол, чтобы обсудить проблемы и пути их решения, участники проекта посмотрели, в каких условиях воспитываются дети-сироты, а заодно выяснили, в чем еще нуждается детский дом. До сих пор существуют стереотипы о плохих условиях, где детям зачастую не хватает элементарных необходимых вещей. Здесь они разрушались на глазах. Современный детский дом наполнен нужным оборудованием, игрушками, мебелью и заботой воспитателей. Кружковые занятия по фотоделу, уроки рисования, даже изучение английского языка. Детям доступно многое. Это, я думаю, один из лучших у нас в республике. И с учетом того, что у нас в республике стартовал партийный проект. И мы, конечно же, хотели посмотреть, что лучшее у нас в республике сегодня имеется. Будем выезжать и в другие, соответственно, подтягивать на этот уровень. Ну и, соответственно, если в силах какую-то помощь, все равно проблемы есть, наверное, да? Не без этого. Будем вместе рассматривать и как-то принимать положительные решения. В Чебоксарском детском доме среди воспитанников нет малышей. Их усыновляют, забирают в приемные семьи. Возможно, поддержке, которая начинает оказываться семьям, удастся сократить количество детей-сирот, надеются члены партии. Данифа Тагирова, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня в республике стартовала масштабная операция «Снегоход». К любителям этого зимнего транспорта инспекторы Гостехнадзора и ГИБДД наведаются с тотальной проверкой. Нарушителям грозит серьезное наказание. Практика показывает, что элементарными правилами безопасности пренебрегают многие. Это приводит к плачевным последствиям. В прошлом году разбились три водителя снегоходов. В один из первых профилактических рейдов вышла и наша съемочная группа. Огнетушитель, аптечка, газовая горелка. Вот далеко не полный набор водителя снегохода. Без этого в путь трогаться запрещено, особенно если дорога предстоит дальняя. Правда, проверки инспекторов показывают. Многие водители пренебрегают своей же безопасностью. Владельцы снегоходов тоже обязаны иметь права. Категория А1, как и у трактористов. Правда, некоторые о них забывают. Часто во время рейдов задерживают водителей без документов. От надзорных органов нарушители скрываются в отдаленных местах, куда инспектора наведываются нечасто. Одно дело, если человек приходит к нашу инспекцию для регистрации, это уже, мы считаем, законопослушный человек. Он уже дальше хочет эксплуатировать согласно всех правил и норм эксплуатации. Естественно, при регистрации мы осматриваем это транспортное средство, проверяем наличие допуска. Владельцев снегоходов в республике становится все больше. На учете уже более 400 водителей. Пять лет назад их было всего 50. Недавно любители активного отдыха образовали собственную ассоциацию. Ее члены – настоящие фанаты своего увлечения. Безопасность всегда ставят на первый план. У нас в ассоциации принцип – все делать в целях безопасности наших клиентов, наших пассажиров. Именно для этого все средства поставлены на учет. Все у нас водители имеют права категории для мотосредств. Под прицелом охотничьи угодья, спортивные базы, дома отдыха. Там, где снегоходы сдают прокат, инспектора устроят тотальную проверку. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности. Полная экипировка, удостоверение, свидетельство о регистрации. Без таких документов водитель снегохода будет считаться нарушителем. Во время рейдов инспектора будут уходить жестко и отправлять машину на штрафстоянку. Возможно, скорая помощь Чувашии перейдет на транспортный аутсорсинг. По словам министра здравоохранения Чувашии Аллы Самойловой, сейчас рассматривается предложение о внедрении нового проекта в нашей республике. Сейчас активно обсуждается вопрос о государственно-частном партнерстве в отношении автопарка скорой помощи. В какие сроки это будет внедряться, не уточняется. Говорить о времени запуска программы рано, заявила министр здравоохранения Алла Самойлова. В республике реализуется программа модернизации здравоохранения, которая обеспечивает обновление материально-технической базы медучреждений. Оснащение службы скорой помощи сейчас приоритетно. В нашей Чувашской республике всего работает в системе скорой медицинской помощи 243 автомобиля. Естественно, часть из них имеет уже стопроцентный износ, часть из них требует срочной замены. Естественно, если мы будем говорить о полной замене всего автопарка, это довольно серьезное вливание финансовых средств из республиканского бюджета. В данном случае на помощь могут прийти частные структуры и бизнес-сообщества, возможностью вложиться только автомобилями. Если Чуваша будет работать по аутсорсингу, то автотранспорт для скорой будут предоставлять частные компании. А это может сократить расходы на их закупку, ремонт и содержание. При этом медицинская помощь полностью сохранится в системе здравоохранения. Приходит структура, то есть они выставляют нам счета за пользование автомобилем, предоставляя при этом полностью укомплектованный технический автомобиль не медицинским оборудованием, а именно технически автомобильным оборудованием. Тогда эта организация полностью обеспечивает контроль за техническим состоянием автотранспорта. В европейских странах система транспортного аутсорсинга работает около 30 лет. Частные фермы предоставляют автомобили полицейским, медикам и пожарным. Новый проект, как показывает опыт в других регионах России, уже реализуется успешно. Так работают в Пермском крае, Кировской области и Башкортостане. Но даже если в республике будет внедряться аутсорсинг, то не повсеместно, только в отдельных бригадах службы 03. Данифата Герова, Александр Петров, Республика. Сегодня у юношей и девушек России праздник, возможно, даже более почитаемый, чем День молодежи. Бал правят студенты. Обдохновляет их на это святая покровительница Татьяна. В Чувашии главной площадкой праздника стал Дворец культуры ЧГУ, где прошел фестиваль студенческих инициатив. Студенты – народ креативный, но кому же еще придет в голову так адаптировать историю христианства? А ведь святая Татьяна тоже училась сперва. Ангелом умным, упрямым в юные годы была. Звали ее тогда Таня, шел ей 17-й год. Ей в подопечные дали самый беспечный народ. Как говорится, на святых надейся, а сам не плашай. Среди Татьян, чьи именины отмечают столь массово и торжественно, нашлось и 13 стипендиаток главы Чувашии. Ежегодно тысячи самых талантливых и упорных юношей и девушек награждаются таким образом за особую творческую устремленность. Михаил Игнатьев вручил Татьянам свидетельство о получении стипендий и поздравил всех остальных студентов, как бы они ни звались. Мы верим молодежь. И наша ключевая задача, я хочу подчеркнуть и довести эту информацию до всех вас, создать благоприятную среду через добросовестную конкуренцию чтобы вы, как отдельные личности, создавая семьи, создавая крепкие семьи, могли развивать Россию, нашу огромную страну, могли развивать нашу родную, многонациональную Чувашскую республику. Студенческие годы не зря воспеты всеми музыкантами, поэтами и писателями. Именно в стенах альма-матер. Бывшие дети взрослеют, у них появляется уверенность и определенность, зарождаются и крепнут дружеские связи. Создается большинство семей. Студент почти как взрослый, говорят малыши, с восхищением и завистью, глядя со сцены в зрительный зал. Именно в студенческие годы расцветают пышным цветом таланты. Не только к учебе, но и к творчеству, науке, спорту, общественно-политической жизни. Каждый из стипендиатов уже принес реальную пользу родине. Впереди множество совершений. И пусть святая Татьяна поможет. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня принимают поздравления не только студенты и Татьяны, но и Павел Афиногенович Крысин. Известный далеко за пределами республики журналист отмечает 90-летний юбилей. Журналист большой буквы, писатель, прошедший лихие годы Великой Отечественной войны, по сегодняшний день сохраняет ясный ум и бодрость духа. Как отмечает сам Павел Крысин, многое ему далось благодаря своему характеру. Я всегда жил своим характером. Никто мне не говорил, учись вот такому-то специалисту, поступай в такой-то техникум. Все решал сам. И советоваться не с кем было. По окончании техникума добровольцем ушел на фронт, награжден медалями и орденами. В 1959 году начал работать в газете «Коммунизм Ялави». Затем назначен председателем Госкомитета по телевидению и радиоовещанию. Долгие годы возглавлял Союз журналистов Чувашия. Поздравила юбиляра и министр информационной политики и массовых коммуникаций Валентина Андреева. Вы для нас живая легенда. Долгожитель не только в жизни, но и в профессии, что очень важно. Спасибо за все, что вы делали. За то, что возрастили ни одно поколение журналистов. Сегодня в Чебоксарах состоялось открытие мемориальной доски на доме, где проживала знаменитая чувашская писательница Мария Ухсай, супруга известного поэта Якова Ухсая. Мария Дмитриевна в 1940 году приехала в Чебоксары. С 1946 стала писать. А в 1958 избрана членом правления Союза писателей Чувашии. Мария Ухсай – автор романов, драм и рассказов на чувашском языке. На русском наиболее известны «Буйные ветры», «Рассказы» и «Симбирские колокола». Что мне хочется сказать? Я надеюсь, но я счастлив, что вот я прикоснулся что-либо к произведению этого великого, выдающегося человека. И очень хочется надеяться, что и в дальнейшем наш театр не раз обратится к произведениям и Марии Дмитриевны, и Якова Гориловича Ухсая. В здоровом теле – здоровый дух. Законодатели и руководители министерств и ведомств республики доказывают это на личном примере. На днях в физкультурно-спортивном комплексе «Улыб» в поселке Кугесе состоялись товарищеские встречи по волейболу и мини-футболу. Команду органов исполнительной власти возглавил сам Михаил Игнатьев. Сборную законодателей представляла сплоченная группа депутатов и работников аппарата Государственного совета «Чувашия». Поддержать и своих, и соперников прибыл в свой день рождения и председатель комитета по бюджету Анатолий Князев. Однако коллеги не смогли порадовать именинника победой. Команда главы «Чувашия» в упорной борьбе одержала победу со счетом 5-4. Один из голов забил сам Михаил Игнатьев. Увы, шансов на победу у парламентариев не оказалось и в волейболе. Команда исполнительной власти в сухую обыграла их в трех партиях. Но главной наградой оказалась не сама победа, а заряд бодрости и энергии, по признанию самих участников турнира. Это все новости на сегодня. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин